Всем привет, друзья! С вами я, Настя Гднова. Сегодня программа «До 17 и старше» находится на конкурсе «Миссис Москва». Итак, поехали! Смотрите программу «До 17 и старше» с Натальей Гулькиной. Будет интересно! Молодым мамам я желаю счастья, чтобы в их доме царило тепло, радость, доброта и, конечно же, удача. Мы рады приветствовать всех гостей на 25-м юбилейном конкурсе красоты и материнства «Миссис Москва-2023»! Нашим зрителям сегодня будет очень интересно узнать, кто же среди наших 25-м юбилейного конкурса «Миссис Москва», который символично, кстати, проходит 25 апреля, кто же из них выйдет в финал. Встречайте аплодисментами своих фаворитов! У нас одна Екатерина, три Анны, одна Финна, две Анастасии, одна Альбана, Галина, Ирина, Евгения, три Юлия и три Светланы. Я считаю, что такие конкурсы нужны для того, чтобы женщина себя чувствовала самодостаточной, понимаете, чтобы она была в себе уверена и лишний раз поставила галочку, что да, я одна из лучших. В конце концов, сегодня бал, и я королева, потому что девочки все в коронах. И сегодня, ну мы не ходим на кухне, не стоим, не режем хлеб в короне. У нас сегодня есть возможность надеть на себя красивое платье, надеть красивую корону, сделать прическу, накраситься и просто почувствовать себя спасительницей этого мира. Вот и все. Для чего они нужны? Для этого и нужны. Хочется хоть немножко отвлечься, расслабиться. Женщине это тем более необходимо. У многих конкурсантов много детей, да. У нас есть девочки, которые просто по шесть, если, может быть, сегодня вообще удивят, может, и больше у кого-то детей. Они добились многих результатов в бизнесе, в искусстве и так далее. То есть каждая из них сегодня здесь – это состоявшаяся личность. То есть это взрослые, красивые, умеющие любить, любить себя в первую очередь женщиной. И это, конечно же, пример всем остальным, тем, кто в себе сомневается, тем, кто в себе думает, да ладно, что мне я… Всегда надо, всегда надо быть в тонусе. Ваши пожелания конкурсантам? Очень много красивых девушек, насколько я понимаю. Где-то человек сто приехали сегодня в Москву. Разные города будут представлены. И, конечно, я хочу всем пожелать удачи обязательно, веры в себя. Победа бывает только одна. Но номинаций разных сегодня все равно будет много. Никто не останется обиженным. Поэтому, если вдруг что-то сегодня пойдет не так, не расстраивайтесь. По гороскопу сегодня прекрасный день, и все должно получиться. Всем удачи! Расскажите о сегодняшнем событии. В чем его важность? Я посвятила себя этому проекту. Не жили я нисколько, потому что это женщины, это мамы. У нас целое сообщество. Мы столько всего прекрасного делаем вместе. Мы дружим, мы любим друг друга. Мы показываем, как в любом возрасте мама может быть красивой, даже сексуальной. У нас очень много многодетных мам всегда участвует. Конечно же, ты, к примеру, заразителен. Ну и когда ты уже понимаешь, что тебе там не 25, а тебе уже за 40. Да, вот сегодня у нас мама шестеро детей, пятеро детей. Они все 90-60-90. Но они, конечно, стимул для тех, кто сегодня смотрит на них и думает, ах, наверное, я так могу. Поэтому мы думаем, что такие еще примерные мамы. Но всегда есть энтузиазм это делать, находить новых участниц и всегда от них зажигаться и зажигать их как звезд. Во-первых, я рад присутствовать на «Миссис Москва-2023». Как приглашенный вип-гость мы будем оценивать наряды и не только подачу, стать, вкус, стиль и так далее. С вами была я, Настя Гдунова. Вы смотрели программу «До 17 и старше». Увидимся в следующих выпусках. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Нелли Борисюк. И в эфире рубрика «Не идеальная много мама». Рубрика, которая будет полезна всем женщинам, которые хотят быть счастливы в своей семье и в своих отношениях. Кто, как не я, может поделиться с вами такими секретиками и таймами? Ведь я в венчанном счастливом браке уже более 13 лет. И у нас семя родителей. Цикл наших выпусков направлен на здоровье и гармонизацию семейных отношений. Сегодня мы поговорим о любви, о гармонии в отношениях и чувствах. Я поделюсь с вами своим опытом создания идиллии в браке. Идиллия, которая влияет на семейное благосостояние, рост дохода и изобилие. Уникальный союз мужчины и женщины – двух людей в абсолютно разных энергиях, с разными сильными сторонами, дополняющими друг друга. Женщина, являясь духовной составляющей семьи, отвечает за желание, чувство, идеи и емкость, в том числе и финансовую. Мужчина же, являясь добытчиком, способен экологично для себя и продуктивно для семьи удовлетворять потребности и достигать результатов. Почему же важно делать все экологично и созвучно именно своей энергией? Если женщина и мечтает, и реализует все сама, то получается следующая история. Во-первых, будет проседать что-то одно, так как эти действия в разных энергиях, и либо женщина мечтает, и ее емкость расширяется, а значит, расширяется емкость семьи. Во-вторых, выполняя мужскую задачу в семье, женщина мужчину обессиливает. Более того, он перестает чувствовать нужным себя в семье, и с этого начинаются все семейные проблемы. Женщина должна быть женой, а мужчина мужем, и никаких подмен. И сейчас ловите мой личный лайфхак, который помогает мне в моих счастливых семейных отношениях. Очень важной составляющей является соединение и единение душ. Когда муж и жена вместе мечтают, строят планы, добиваются результатов, идут рука об руку, и, конечно, энергия усиливается, и все получается. И хоть принято говорить, что брак – это дело двух людей, за атмосферу в семье и гармонию отношениях отвечает женщина, так как все, что связано с тонкими материями – это поле ее работы. Знаю-знаю, вы спросите, а где же поле работы мужчины? Это физическая составляющая – труд, сила, результат, но которая невозможна без женского стимула. Вот такой уникальный тандем мужчины и женщины, которые требуют непрестанного, непростого труда. Напишите в комментариях, согласны ли вы со мной, или у вас есть свое мнение на этот счет. Оставляйте свои комментарии и вопросы под видео, и не забывайте подписываться на передачу до 17 и старше. А с вами была я, неидеальная много-мама Нелли Борисюк. До встречи в эфире! Всем привет! Вы смотрите рубрику «Фрэшмен». И с вами я, Василиса. И я, Ариана. Сегодня в выпуске. В каком клипе Люси Чеботиной снялась Настя Годунова? Какие титулы за плечами артистки? И кто из звезд эстрады оценил творчество юной вокалистки? В сегодняшнем выпуске я расскажу о ярком фрэшмене Насте Годуновой. 20 апреля исполнилось 17 лет юной вокалистки. Да-да, это та самая девушка, которая довела всех до слез клипам «Мамины глаза». Милое творчество романтичной девушки выросло до сильных авторских песен. Давайте все по порядку. По словам мамы юного дарования, первое стихотворение будущая артистка написала в 8-летнем возрасте. Мама записала стихи и отправила в одну из газет, где их опубликовали. Постепенно стало ясно, что уроки математики и химии не для Насти. У школьницы совершенно иные таланты. В 2015 году Настя участвует в Евразийском форуме «Женщина глазами ребенка» и попадает в финал конкурса как юный корреспондент. В том же году Настя принимает участие во Всероссийском фестивале «Обаяние и таланта» «Маленькая мисс Россия» и выигрывает его с помощью зрителей в номинации «Зрительские симпатии конкурса». Эмоционально открытая девочка с великолепным голосом покорила жюри и стала любимицей зрителей. Выступая и поддерживая благотворительные события, в 2019 году Анастасия была отмечена фондом «Московия» в номинации «Юная леди России-19» за благотворительность. В номинации также были отмечены Стас Садальский, Анита Цой и другие артисты. Борис Грачевский, который открыл многих звезд, таких как «Глюкоза», «Ольга Кузьмина», «Сергей Лазарев», оценил талант юной девочки и Настя снялась в нескольких сериях «Яролаж». А совсем недавно у Насти был дебют в фильме «Девушка на миллион», где она сыграла одну из ролей. А также снялась в клипе на песню «Все не то» у Люси Чеботиной и Юркиса. В 2002 году у артистки вышли песни на английском и русском языке «Your Fate» и «Субботняя ночь». Один из треков оценил Байгали Серкибаев, группа «Астудия», отметив релиз как композицию, которых сейчас очень мало на эстраде. На своем ютуб-канале артистка не забывает радовать слушателей своими кавер-версиями на мировые хиты. Ну а теперь интересные факты. Настя обучается в театральном колледже. В социальных сетях девушка делится акробатическими элементами, жонглированием и своими успехами. Самое новое вы узнаете. Самые бомбические новости. Из выпуска вы узнаете, кем подрабатывал Маркул до популярности, какой его трек считается лучшим его творением, и с кем из знаменитостей хотела бы записать совместный трек Маркул. Итак, поехали! Маркул. Рэпер. Большая часть его юности прошла в Лондоне, но там он не нашел ни призвания, ни славы. Зато российская публика тут же откопала его талант и признала его. Марк родился в Риге. В 12-летнем возрасте он и его семья переезжают в Лондон. Его мама была предпринимателем, но развить свой бизнес у него не получилось. Поэтому он учился и одновременно работал на стройке и грузчиком. Получив кредит в 9 тысяч фунтов, Маркул потратил все эти деньги на обустройство собственной студии с хорошей аппаратурой. Он начал пробовать писать рэп. Во время записи одного из своих первых клипов «Другой маршрут» на студии Лью Уайта он встретился с английским грайм Эмси – «Гэтс». После этого он часто стал бывать в Грин Парк и познакомился с членами русскоязычной рэп-культуры, включая Оксимирона. В сентябре 2017 года фанаты с восторгом встречали новый клип Оксимирона и их кумира на песню «Фата Маргана». Благодаря спонсорству МТС он заполучил в СМИ звание с киберпанк экранизации, клипа блокбастера и самого высокобюджетного хип-поп-видео года. Среди работы Маркула, увидевший свет в 2018 году, стоит отметить песню «В корабли в бутылках». А автор вошел в десятку ВК наиболее прослушиваемых рэп-исполнителей года. На вопрос журналистов о том, с кем бы он хотел записать совместный трек, он назвал имя Эмми Уайнхаус. В своих треках Маркул никак не затрагивает политики и нравоучений. Весной он презентовал песню «Больше бред», поведав о проблемах артистов, которые столкнулись с большой славой. А летом он представил трек «Скалы». Эту песню назвали лучшим его творением. Через пару недель Маркул выпустил бесподобный клип на эту песню. Клип не только заслужил хорошие комментарии и отзывы, а также титул «Гения». На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Василиса. И я, Ариана. До новых встреч в эфире. Всем привет! С вами я, Александр Шанин. И это рубрика «Все о кино». Из выпуска вы узнаете 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова. Интересные факты о фильме «Особенности и национальной охоты». Как Ричарда Гера приняли за нищего. Интересные фильмы для семейного просмотра. Топ-5 фильмов, которые рекомендуют звезды. А этот фильм поразит вас игрой актеров. В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова. После фильма «17 в мгновении весны» он стал невероятно знаменитым. Но Тихонов не чувствовал себя кинозвездой. Он даже не понимал значения этого слова. «Я артист. И если мне дали звание народного, значит, без ложной скромности скажу, что хороший. Просто хороший артист». В одном из редких интервью сказал Вячеслав Васильевич. «Давайте вспомним пять знаменитых работ народного артиста». Дело было в Пенькове. Доживем до понедельника. В 17 мгновений весны. Они сражались за Родину. Убить дракона. А какой ваш любимый фильм этого актера? А это та самая звездная новость. Сейчас мы поговорим о фильме «Особенности национальной охоты». Этот фильм как ругали, так и хвалили. Но он быстро стал народным и было разобрано цитаты и тосты. Хвалили за качественный сюжет, за игру актеров и за очень хороший юмор. Сюжет был взят из реальной жизни режиссера. Интересные факты. Большая часть сцен была снята на берегу озера Приточное, на границе Карелии и Ленинградской области. Снимали в октябре, потому что денег летом найти не сумели. Актерам пришлось нелегко. В бане температура была всего 10 градусов. А чтобы герои выглядели поддыми, их обмазывали маслом. После этого они прыгали в ледяную воду. Генерал Иволгин и бизнесмен Савенко – это два образа, созданных на основе реальных прототипов генерала Александра Лебедя и писателя Эдуарда Лимонова. А что вам нравится из этого фильма? А что не нравится? Пишите в комментариях. А этот фильм, который ждут все. А сейчас мы вспомним невероятную историю с Ричардом Гиром, которая произошла с ним в Нью-Йорке. Дама выходила из кафе и увидела, как нищий человек роется в мусорке в поисках куска хлеба. Она протянула ему кусок пиццы, а через пару дней увидела свое фото с нищим в газетах. Оказалось, что она встретила актера на съемках фильма «Незапамятных времен». В тот момент снимался эпизод, где он ищет еду в мусорном контейнере. Актер понял, что девушка приняла его игру за чистую монету и прониклась к нему состраданием. Ричард Гир, который снялся в фильме «Красотка» в мюзикле «Чикаго», не включил звезду, не потребовал убрать посторонних с площадки с фастфудом, а повел себя достойно и тактично. А вам нравится Ричард Гир? И какие ваши любимые фильмы с ним? Делитесь своим мнением в комментариях. А это та самая звездная новость. А сейчас я вам расскажу фильмы, которые можно посмотреть всей семьей. «Собачья жизнь» – один из лучших фильмов о домашних питомцах. Пес Бейли после смерти перерождается в новых собак, ищет своего первого хозяина и постигает смысл жизни. Ребенок глухих родителей. 17-летняя Руби – единственная девочка, которая слышит в своей семье. Она ведет рыболовный бизнес с глухими родителями. Она записывается в школьный хор, где понимает, что любит и умеет петь. «Простой», как все гениальное – один из лучших фильмов последних лет. Фильм «Лев». Пятилетний Саро оказывается один в пользе и уезжает далеко от дома. Долгие годы он ищет обратный путь к своей семье. Цепляет с первой минуты и забирается глубоко в душу. Актер, играющий маленького Сару, изумители. Фильм снят по реальной истории. А сейчас топ-5 фильмов, которые рекомендуют звезды. Я очень люблю наше старое кино советское, прекрасные фильмы, замечательные актеры. Но можно брать любые. «Любовь и голуби». Обожаю фильм «Начало» гениальный Инны Чуриковой. Часто смотрю «Республика Шкид», друзья. Это фильмы прекрасные для семейного просмотра, для просмотра с детьми. И я часто усаживаю своих мальчишек и говорю, давайте посмотрим хороший фильм. Они сразу спрашивают, мам, какого года? Но смотрят, и вот «Республика Шкид» очень понравилась. Если из каких-то западных, ну, наверное, Форест Гамп. У меня, кстати, так зовут собаку Форест. Назвала его в честь своего любимого персонажа. Очень люблю фильм «Один плюс один». Замечательный, добрый, очень хороший фильм. Всем советую посмотреть, если вы еще, конечно, не видели. И с последнего мне очень понравился фильм Спилберга «Фабельманы». Вообще обожаю его режиссером. Так что вот эти фильмы я очень рекомендую вам к просмотру, друзья. Подписывайтесь на канал «До семнадцати и старше». Ставьте лайки и пишите свои комментарии. А с вами был я, Александр Шанов. До новых встреч в эфире. Всем привет, с вами я, Ника Берри. И сегодня вы смотрите рубрику «Топ-5 горячих новостей» о российском и зарубежном шоу-бизнесе. Какую премию посетила Мария Шарапова? Какое чудо произошло с Филиппом Киркоровым? Каким автомобилем пополнился гараж Насте Явлеевой? Какой совет дал отчим Насте Макаревич? Какую травму прижила любовь Аксенова? Новость номер один. Смотрите, не пожалеете. Российская теннисистка Мария Шарапова посетила церемонию Breakthrough Prize 2023 в Лос-Анджелесе. Международные награды присуждают за научные достижения в области математики, фундаментальной физики и в сфере наук. В ежегодном мероприятии принимают участие знаменитости со всего мира. Помимо Марии церемонию посетили такие голливудские звезды, как Роберт Дауни-младший, Бри Ларсен, Галь Гадот, Кристина Агилер, Крис Пайн, Эштон Качер и Мила Кунис. Мария Шарапова – самотитулованная теннисистка в России. Попедительница 39 турниров в ITA, 36 из которых в одиночном разряде. Новость номер два. Такого вы еще не слышали. Страсть к машинам Насте Явлеевой зародилась еще несколько лет назад. За эти годы ей удалось собрать глушительный автопарк, которому может позавидовать даже олигарх. Последнее приобретение 32-летней блогерши – красная Феррари 458 Италия. Эта эксклюзивная модель выпускалась в 2009-2015 годах. Эксперты сказали, что стоимость этой машины может составлять от 20 до 30 миллионов рублей. Напомним, в гараже у Явлеевой уже есть Mercedes-Benz Volkswagen, который стоит около 20 миллионов рублей. А также спорткар Ламборджини. Также имеется Chevrolet Camaro за 4 миллиона рублей. Все они хранятся в загородном доме звезды в Подмосковье. Он достался ей после развода с репером Эл-Джеем, который, как говорят его друзья, подсадил Настю Явлееву на крутые машины. Да, сам он катался на спортивной Хонде и на спорткаре BMW. Ну а третья новость совсем удивительная. Песня «Осень» – одна из самых громких хитов группы «Лицей». Солистка этой группы Настя Макаревич. В 14 лет девушка уже зарабатывала первые гонорары, но в 18 после выхода хита «Осень» на группу «Лицей» обрушилась громкая слава. Родного папу Настя почти не помнит, так как отчима приняла очень тепло. «Алексей Макаревич был моим отчимом, но я считаю его своим настоящим отцом». «Настоящий отец – это не тот, кто родил, а тот, кто воспитал», – подчеркивала Настя. Когда в 14 лет Настя стала солисткой лицея, крупные гонорары не хлынули в руки. Сперва было сложно, но папа предупреждал Настю, что деньги легко не даются. «Говорил, большое счастье заниматься в жизни тем делом, которое ты по-настоящему любишь, которым живешь. Большая удача, если это дело станет твоей работой, которая будет приносить тебе доход», – пояснила певица. Настя сама оплачивала своих педагогов по вокалу и английскому языку. И на свои деньги Настя купила себе первую машину. «Когда ты оплачиваешь свои покупки, развлечения сам, то ты уже относишься к ним по-другому, уже больше их ценишь», – сказала Настя. В одном из своих любимых клипов Настя снялась с своей собакой. Внимание на экран! «Когда ты разорвешь фотографии, где я, удалишь номера, будет легче забыть. Но знаешь, если когда-нибудь встречу тебя, то навряд ли смогу пройти. Мимо сферов осенней листвы, мимо первых признаний любви, Мимо снов под одним одеялом – это любовь, разве этого мало? Иди ко мне, иди ко мне, даже во сне мы будем рядом. Иди ко мне, иди ко мне. А четвертая новость – поразит всех. Певец имеет штат прислуги, которые следят за порядком в его доме. Пизда может позволить себе роскошную жизнь, но однажды с ним произошел необычный случай. Киркорову пришлось мыть полы в храме. 55-летний певец вспомнил, как с ним в 2010 году случилась удивительная история. Он пришел в храм помолиться, а в итоге занимался там уборкой. Артист уверяет, что не испугался грязной работы, а навел чистоту по повелению монахини. У меня был такой раздрай в душе. Слезы лились отчаяния. Я пошел в храм Матроны Московской на Таганке. Там подошла ко мне матушка. Мы закрываемся уже. Бери швабру и драй, сказала она. Я выдрил швабры весь храм. Эту историю знают все. А через 9 месяцев родилась Алла Виктория. Как тут не верить чудеса? Вот какой информацией поделила звезда сериалов «Почка, бывшая, мажор». Актриса Любовь Аксенова призналась, что ее жизнь не всегда была безоблачной. Ей пришлось пережить тяжелые отношения с манипулятором. Избранник не стеснялся самоутверждаться за счет будущей звезды. Влюбленная девушка искала причины проблем в себе, но никак не могла угодить кавалеру. Человек мог пропасть на неделю без всякого повода. А постоянно... Человек мог пропасть на неделю без всякого повода. Я постоянно чувствовала себя виноватой. Но теперь я понимаю, что это типичное состояние жертвы в подобных отношениях. Любая небезупречность с моей стороны вызывала обвинения. Я все время переживала, что со мной что-то не так. Все справилось на страхе потерять отношения. Но тогда в силу юности и внутренней зрелости я все время сомневалась в себе. Звезда советует, что если вы столкнулись с такой ситуацией, нужно идти на помощь к психологам, психотерапевтам, разным или друзьям. Подписывайтесь на наш канал до 17 лет старше, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Вы смотрели ТОП-5 горячих новостей. И с вами была я, Ника Берри. До новых встреч! ТОП-5 горячих новостей 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok